Здравствуйте! Новый образ жизни выступают школьники, традиционные участники конкурсов видеороликов. Самый загадочный праздник – Хэллоуин. Навыки вождения и скоростного маневрирования на этой неделе продемонстрировали студенты политехнического филиала Приднестровского госуниверситета. За автошоу наблюдало множество зрителей, в числе которых Виктория Павленко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту команду представляют выпускники кафедры пятикурсники. Командир «Золотого поршня» рассказывает, как проходила подготовка и на какое место команда с таким необычным названием рассчитывает сегодня. Готовились, выбирали название, придумывали девизы, сидели, делали стинг-газету, учились как-то чему-то. Мы бы хотели победить. Наша группа побеждала на первом курсе и в прошлом году на четвертом курсе. Конечно, хотелось бы для завершения. Отметим, автоконкурс проходил в два этапа. Первый день – ряд Викторин. Угадай деталь, знаток ПДД, угадай логотип и модель автомобиля. Второй день – практика вождения. У нас предусмотрено на скорость ряд стандартных этапов, которые, в принципе, при сдаче в ГАИ. Они также есть, да, то есть это гараж, это змейка, это парковка задним ходом и так далее. Эти элементы будут присутствовать у нас. То есть на скорость студент должен пройти ряд испытаний, которые по итогам фиксируются время. Будут сниматься баллы за каждое нарушение там, то есть если будет змейка, сбит какой-то столбик, это минус. Автошоу, политехнический филиал Приднестровского госуниверситета проводит ежегодно. Подобные соревнования, как утверждают организаторы, заставляют ребят становиться лучше, постоянно усовершенствоваться в вождении. А еще это отличный пример и для других автолюбителей. Мероприятие даст возможность нам сегодня провести пропаганду, как, я бы сказал, хорошего эффективного вождения, ну и также знание правил дорожного движения. Сегодня они ужесточаются, и сегодня можно будет наглядно посмотреть, как ребята справляются с железными конями. Автошоу прошло в атмосфере позитива, драйва и скорости, но главное – все, как у настоящих гонщиков. Есть победители, но нет проигравших. Виктория Павленко, Евгений Никонов, проект «Семь дней». В течение всего учебного года в образовательных учреждениях города проводятся беседы с учащимися о социальных проблемах и путях их решения. Наркомания, токсикомания, алкоголизм, серьезные заболевания – далеко не весь список тем для размышления. Чтобы подчеркнуть свое отношение к проблемам, готовность с ними бороться и наглядно показать это людям, школьники участвуют в конкурсах видеороликов на социальные темы. В продолжении темы Алина Грабаровская. Этот конкурс было решено учредить не случайно, говорит Анатолий Белык. Необходимо рассказывать детям о современных проблемах с раннего возраста. Именно от них и зависит наше будущее, и то, получат ли сложные задачи современности решения, или же будут развиваться и дальше. Сегодня в рамках операции «Подросток-2014» первый этап организация образования лучшие из лучших видеороликов, лучшие из лучших различных работ, учащихся в этом направлении, передала на БНДСКОе телевидение с той целью, чтобы еще и еще раз ознакомить и общественность, и население с их лучшими работами профилактической направленности. Темы для своих работ ребята действительно выбрали самые разные и самые актуальные для нашего времени. Одной из главных стала проблема ВИЧ-инфекции и такое заболевание, как СПИД. Что такое СПИД? Каковы причины этого заболевания? Обо всем об этом ученики подробно и наглядно рассказали в своей работе. И самое главное, что нужно знать каждому – СПИД – болезнь неизлечимая и во всех случаях приводящая к летальному исходу. Минутное удовольствие может стоить вам жизни. Об этом говорят и ученики седьмой школы. Второй серьезной проблемой, которую подняли ученики, оказались дорожно-транспортные происшествия. И самое страшное – гибель маленьких детей, которые порой играют прямо у проезжей части. Уделять внимание своим детям, а не мелким проблемам и ссорам друг с другом. Об этом социальный ролик ученика школы номер 7 Никиты Чалышева. Профилактика школы номер 7 Никиты Чалышева. Профилактика табакокурения, алкоголизм, наркомания, насилие в семьях. Все проблемы охватить, конечно же, не удалось. Но самые главные ребята в своих работах отразили. А главная мысль, которая объединяет все видеоролики. Наша жизнь и наше счастье в наших собственных руках. Каждый способен сделать свой мир лучше и оградить себя от всех бед. Алина Грабаровская, Андрей Балигарь. Проект «Семь дней». Праздником «Золотой осени» завершилась учебная четверть Бендерской коррекционной школы-интернате. Педагоги и учащиеся провели мероприятие в рамках ежегодной республиканской акции «Сохраним нашу планету голубой и зеленой». Песни и танцы «Парад осенних моделей» за всем этим красочным действием наблюдала Наталья Сучкова. Под музыку звучат строки известных авторов – Пушкина, Тютчева, Бунина. Читают стихи учителя и школьники. Все они о природе, о золотом времени года. После классики – настоящий взрыв эмоций. Парад осенних моделей одежды. Конечно, это не Диор и не Версачи, но сами модели не лишены шарма. К тому же, выполнены они в стиле фэнтези. Здесь госпожа осень во всей своей красе – осенние цветы, лесная фея и Мэри Поппинс. Но главное, что вся эта красота – результат умелых ручек школьников и их бережного отношения к бросовому материалу. Цель этого праздника – повышение экологической культуры школьников. Дети совместно с педагогами, с учителями-воспитателями изготавливают из бросового материала костюмы. Хочу сказать, что эти костюмы с каждым годом у нас становятся все красивее, и все совершение. И дети всегда ждут этого праздника, потому что они могут себя почувствовать моделями на сцене. Когда-то это были просто полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки, обрезки фольги и конфетные обертки. Теперь они превратились в шикарные платья, изысканные накидки, модные шляпки и прочие оригинальные аксессуары. Когда делала костюм, я хотела победить в этом конкурсе, чтобы у всех красиво, но у меня было еще красивее. И мне нравился этот костюм, мне помогала моя учительница делать. Мы все вместе делали, дружно, всем классом. Модели на подиуме зрители аплодируют. Теперь все эти костюмы будут задействованы в школьных самодеятельных постановках. Яркие краски осени сделают каждый спектакль более оригинальным и эксцентричным. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение. Спортивные новости. Воспитанница Бендерской с Дюшор номер один Алина Гажан заняла первое место в открытом чемпионате Кишинева по спортивной гимнастике. Всего в составе сборной нашего города было 11 человек. Остальные подробности в репортаже Ольги Гавриловой. Открытый чемпионат Кишинева по спортивной гимнастике в этом году собрал лучших спортсменов не только из молдавской столицы. Участие в соревнованиях также приняли гимнастки из Флорешты и Бендер. Чтобы выиграть участницам состязаний, необходимо было набрать как можно больше баллов в многоборье. Бендерские гимнастки всегда нас радуют. Стараются дети, конечно. Есть волнение, как на всех соревнованиях присутствует. Но есть спортивный характер, показывают его и достойно выступают. Из 11 человек, представлявших сборную Бендер, на соревнованиях в Кишиневе трое оказались в финале. Лучший результат показала Алина Гажан. Она заняла первое место в многоборье, выступая по взрослой программе. В Кишиневе я выступала по третьему взрослому. И это уже было очень легко, я его давно знала. Но соперники тоже были. Девочки делали и перешмыги, и сальто. Ну, получилось так. Алина ранее успешно выступала на соревнованиях в Одессе и Суклее. В спорте девочка уже пятый год. Я очень смотрела давно по телевизору, по компьютеру, гимнастику. Мне понравилось, и меня папа отвел на спортивную гимнастику. И я вот занимаюсь уже пять лет. Специалисты отмечают, что оптимальный возраст для начала занятий спортивной гимнастикой – пять-шесть лет. Ольга Гаврилова, Евгений Никонов, Новости спорта на БТВ. Чем запомнились прошедшие семь дней наиболее заметные события недели в нашем традиционном обзоре? 29 октября 60-летний юбилей отметила городская вневедомственная охрана. Трудно поверить, что современная команда быстрого реагирования еще полвека назад была просто сторожевой службой. Коллектив охраны – 100 человек, под наблюдением которых находятся целых 836 объектов. Не только в городе, но и за его пределами – в селах Гиска, Миренешты и Протягайловка. Это сторожевая охрана, это контролеры вольно-наемные, милицейская охрана, сотрудник милиции, вооруженный табельным оружием, рации с палкой резиновой ПР-73, так называемой, то есть экипированный полностью к сотрудникам милиции. И третье – это пультовая охрана, то есть техническими средствами. Гордостью Бендерского отдела вневедомственной охраны является питомник. Создан он был на средства подразделения. Сейчас тут содержится 15 собак. Бендерский питомник – единственный в республике. В своей деятельности вневедомственная охрана использует все самые надежные и современные средства, чтобы обеспечить стопроцентную гарантию безопасности и сохранность имущества. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на площади у железнодорожного вокзала состоялся митинг. Репрессированные в те годы люди, их дети, внуки и все те, кому небезразлична наша история и страшная судьба, павших в результате тех событий собрались на ЖД вокзале не случайно. Именно отсюда тогда было вывезено около двух тысяч человек, почти 500 из них – бендерчане. В память о миллионах погибших – панихида, минута молчания и живые цветы. В республике продолжается информационная кампания «Месячник. Мир против рака». Ее целью является выявление этого заболевания на ранних стадиях. Как говорят специалисты, лидирующую позицию занимают злокачественное образование молочной железы. Именно поэтому в рамках программы сотрудников бендерского мясокомбината осмотрел врач-мамолог. Больше внимания, конечно, мы уделяем раку молочной железы, так как проблема данная является актуальной во всем мире. Рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований всех локализаций. Женщины зачастую подвержены риску развития данной патологии. И данной патологии уделяется очень большое внимание с целью как можно раньше выявления. Проводить такие медицинские программы крайне важно, уверены и врачи, и сотрудники предприятий. Ритм жизни современного человека таков, что даже в случае плохого самочувствия или дискомфорта люди редко обращаются к врачам. Именно обязательные медосмотры могут стать для некоторых возможности узнать о зарождающемся заболевании и тут же его приостановить. Традиционная республиканская акция «Посади свое дерево» в этом году стартовала именно в нашем городе. Всего планируется высадить около 15 тысяч саженцев. Но десятки кустов и деревьев украсили скверы Бендер уже в самый первый день акции. Будет высадено 139 деревьев. Это вот начало. Мы по улице Лозу напротив центральной поликлиники высаживаем 10 ясеней. Затем мы перейдем на улицу Пушкина, где вдоль парка будет высажено 19 лип. Потом переходим на улицу Ечина, где со стороны поля будут высажены орехи, а со стороны жилых домов будет высажена кельетерия. Завершить высадку всех саженцев планируют уже к концу ноября, а потом долгий интенсивный уход за молодыми деревьями. Как они приживутся, зависит и от горожан, говорят специалисты, и просят бережно относиться к молодым насаждениям. А еще лучше самим посадить дерево, сделать наш город зеленее, а воздух чище. Люди редкой профессии, сурдопереводчики, отметили на этой неделе профессиональный праздник. Именно сурдопереводчики стирают грань между миром полноценных людей и людей с физическими недостатками. В коррекционной школе для слабослышащих побывала наша съемочная группа. Сурдопереводчик – лицо, владеющее языком жестов и осуществляющее перевод на жестовый язык. Считается, что эта специальность появилась при императрице Марии Федоровне. Тогда была создана первая гильдия читчиков жестов. Так их называли в те далекие годы. Оттуда взялись на дороге пироги? С тучи упали пироги. Язык жестов знаком воспитанникам местной коррекционной школы, но от языка дактиля их стараются отучивать. Тут большая часть ребят слабослышащие, а это значит говорить и слышать они все-таки могут. Каждый ученик слабослышащий, начиная с первого класса по десятый класс, посещает индивидуальные занятия с сурдопедагогом. На этих индивидуальных занятиях сурдопедагог формирует навыки звукопроизношения, проводит коррекционную работу по развитию слухового восприятия, зрительного восприятия, работает над развитием устной речи, письменной речи. Всех тех, кто в состоянии произносить звуки, учат этому. Это значительно облегчает адаптацию инвалидов по слуху в обществе. Кстати, в данном учебном заведении все педагоги в той или иной степени владеют жестовым языком. Татьяна Николаевна одна из таких специалистов. В этой школе трудится уже три десятилетия. Педагог делится. Молодых специалистов-сурдопереводчиков в нашей республике фактически нет. В настоящее время, конечно, специалистов именно таких, как сурдопедагогов, в Приднестровье нет. Наш университет не обучает. Поэтому остались уже такие старые кадры, как говорится, которые закончили. Киевские институты, Ленинградские институты. Ну, наш Кишиневский крянга, как уже дефектология, мы все равно имеем какие-то понятия. Но профессия довольно-таки востребованная. В Приднестровье проживают сотни человек с нарушениями слуха. Среди них и те, которые не могут изъясняться в привычном мире. Им и нужны сурдопереводчики. Профессия сурдопереводчика, во-первых, она очень актуальна, она очень востребована, потому что очень многие глухие попадают, скажем так, в некоторые сложные ситуации, где им некому помочь. Поэтому я бы хотел, чтобы здесь был как-то центр для сурдопереводчиков. Например, в прошлом и позапрошлом году, да и по сей день, меня часто вызывает Бандерская межведомственная охрана и вызывает меня постоянно в качестве переводчика, потому что попадают иногда, конечно, в зону глухие люди, и поэтому приходилось им помочь, разобраться в каких-то вопросах. Денис Карра не только помогает переводить с языка жестов, он еще работает учителем начальных классов в коррекционной школе. Сам он воспитанник этого учреждения. Рассказывает, что вернулся сюда, так как тут второй дом. Да и малышей он очень любит. В этот праздничный день он поздравляет всех своих коллег с профессиональным праздником. В связи с сегодняшним праздником, День сурдопедагогики, я бы хотел всех поздравить сурдопедагогов с этим замечательным праздником. И хочу всем пожелать здоровья, счастья, любви, чтобы было у них все то, что они хотели бы получить в жизни. И самое-самое главное, чтобы они получали только позитив в жизни. Сурдопереводчик – непростая профессия. Сурдопереводчик – это проводник между глухими людьми и миром обычных людей. Им приходится слышать тех, кто не слышит ни слова. А значит, во многих случаях нужно слушать сердцем. Виктория Павленко, Руслан Федоренко, Вендерское телевидение. Сказочные персонажи, красочные декорации, тыквенные фонари. Без этого немыслим праздник Хэллоуин. Он любим во многих странах мира. И не только отмечает его, и в Бендерах. Черные шторы, на окнах летающей ведьмы, паутина, привидения, летучие мыши. Словом, все в лучших традициях Хэллоуина. Сам же праздник восходит к традициям кельтов. Древний народ считал, что с приходом зимы приходят и темные силы. Со временем традиции видоизменялись. И чтобы отпугнуть нечисть, люди облачались в костюмы злых духов. Это и не только. Школьники познают из игр и викторин. Сегодня на своем уроке я хотел показать детям 9 и 10 класса, как в англоязычных странах и как англичане отмечают этот праздник, его корни, откуда к нам пришел этот праздник. И посредством игр мы сегодня узнавали некоторые легенды, какие-то традиции, обычаи Хэллоуина, как он где-то отмечается. На викторине были заданы разные вопросы, дети отвечали на эти вопросы. И посредством вопросов они знакомились с культурой, с традициями англоязычных стран. А вот создать мистическую обстановку учителю помогли школьники. К этому празднику готовились заранее. Рисовали открытки, писали стенгазеты, создавали игрушки, рассказывали страшные легенды. Как считает Егор Денисов, такая практика ведения урока помогает эффективно усвоить язык. Детям действительно становится интереснее заниматься, у них появляется желание, им хочется делать, делать и делать. То же самое взять мы будем отмечать сейчас Рождество, и уже буквально после каникул, когда все дети выйдут снова на учебу, на вторую четверть, мы будем писать письмо Санта-Клаусу. Это очень полезно, потому что это отдельная тема, идет в английском языке, правило написания письма. А так вот мы пишем и письмо Санта-Клаусу, и заодно готовимся, уже начинаем потихоньку готовиться к Рождеству. Лучших школьников отметили специальными грамотами. Среди награжденных Анастасия. Ее стенгазета признана не только самой лучшей, но и устрашающей. Как говорит девушка, окунуться в мир мистики довольно увлекательно. Мне очень понравился сам процесс, узнавать вот это вот, новые традиции. Это очень занимательно и просто интересно для самого человека, для развития личности. Это позволяет нам понимать традиции другого народа, понимать их суть, сам менталитет другого народа. Неотъемлемый атрибут Хэллоуина – тыква. Считается, что оранжевый плод охраняет людей от злых духов. Из него делают светильник, который в народе называют фонарем Джека. Древняя легенда повествует о брыландском кузнеце и пьянице Джеки, который дважды сумел обмануть самого дьявола. Покинув мир живых, дух Джека так и не смог попасть ни в рай и ни в ад, за что и был вынужден скитаться во тьме. Он попросил у хозяина ада фонарь, на что дьявол насмешливо кинул ему тлеющий уголек из адского пекла. Тогда Джек взял полую тыкву и этот уголек положил вовнутрь. С тех пор Джек скитается по свету в поисках успокоения, и путь ему освещает вот такой фонарь. По традиции, вечером дети ходят по домам и собирают сладости, говоря при этом «жизнь или кошелек». Ну а взрослые в ночь Хэллоуина устраивают костюмированные балмаскарады. И не обязательно, чтобы ваш костюм был страшным. Приветствуются ангелы, феи, Робин Гуды и другие положительные персонажи из сказок. Вспомните, много ли вы видели домов, в которых на подоконниках или в кашпо не было бы цветов? Скорее всего, таких найдется очень мало. И это правильно, ведь живые цветы в горшках не просто украшают наш дом, а еще и создают уют и особую ауру. Настроение и плюс ко всему полезны для нашего здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Монстера является вечно зеленой лианой семейства ароидных. Происходит она из Восточной Индии и Южной Америки. Однако экзотическое происхождение не помешало ей стать одним из самых популярных комнатных растений в наших условиях. Секрет этой популярности заключается прежде всего в неприхотливости растения, а также оригинальности и яркости окраски, которая делает его желанным гостем во многих жилых помещениях и офисах. Монстера растет очень быстро, и если ее не обрезать, то всего за каких-нибудь 4 года вы получите в квартире непроходимые джунгли. Эта отличительная черта делает растение весьма привлекательным для озеленения просторных комнат, современных офисов, приемных, конференц-залов. Уход за ней достаточно несложен, но всегда следует помнить, что это лиана, стебель которой требует опоры. Для этого используйте трубку с омхом или искусственный ствол. Воздушные корни, которые выпускают растения в большом количестве, ни в коем случае нельзя обрезать или обламывать. Направьте их в землю или оставьте свисать, ведь они приносят полезные вещества из воздуха. Эта тропическая лиана не любит сквозняковые резких перепадов температуры. От этого она останавливается в росте и болеет. На листьях появляются бурые или желтые пятна, теряется их природный цвет, и они становятся жухлыми. Не устанавливайте горшок на проходе, чтобы листья не задевали люди. От этого монстера тоже очень страдает. Если в монстере созданы хорошие условия, то очень скоро она разрастается и через несколько лет начинает олицетворять собой респектабельность и успешность хозяев дома. Мы благодарим сотрудников и руководству магазина «Гвоздика» за помощь в проведении съемок. Семь дней позади уже завтра начнутся привычные будни. О датах и событиях предстоящей недели, а также о праздниках, которые отметит мир, мы расскажем в нашем традиционном календаре. 3 ноября в истории Отечества – это дата знаменитого сражения под Вязьмой. Русская армия одержала победу над наполеоновскими войсками. Вязьмское сражение фактически предрешило исход войне 1812 года. 4 день ноября православные верующие поклоняются чудотворной казанской иконе Божьей Матери. Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году уничтожившего часть города, 9-летней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона. С чудотворной иконой было сделано несколько списков. Один из них был отправлен в Москву царю Ивану Грозному, другой при Петре I был перенесен в Санкт-Петербург. К XIX веку казанский образ стал самой почитаемой на Руси иконой. 6 ноября в календаре знаменательных дат – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Цель такого праздника – привлечение внимания общества к экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей. Красный день календаря – день 7 ноября. В большой стране СССР это был самый главный государственный праздник – день Великой Октябрьской социалистической революции. Значимость праздника угасла с развалом страны Советов. Из всех стран постсоветского пространства его отмечают лишь в Белоруссии, Киргизии и у нас в Приднестровье. День 7 ноября – памятный для телеканала БТВ. Репортаж о праздновании Дня социалистической революции стал первым в истории бендерского телевидения. Поэтому 7 ноября мы считаем своим днем рождения. В этом году он 17-й по счету. 8 ноября – неофициальный праздник тех, кто причастен к клубу веселых и находчивых. День КВНщиков отмечается по дате первого выхода программы в эфир – 8 ноября 1961 года. 9 ноября мир отмечает День против фашизма, расизма и антисемизма. Отмечается в памяти трагических событиях 1938 года. В ночь с 9 на 10 ноября начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». С нее начался Холокост – массовое насилие в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев. Завершит выпуск прогноз погоды на предстоящую неделю. Я с вами прощаюсь. Удачной вам трудовой недели. Не забудьте заглянуть на наш сайт bender.tv. До свидания. Похоже, осень решила побаловать нас теплыми деньками. Предстоящая неделя тому подтверждение. Средняя температура воздуха днем – 13-15 градусов. Ночью воздух прогреется до плюс 6. Будет облачно, однако без осадков. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!